Страшно в пасты у кайданы, умирать в неволе, а еще гирше спаты, спаты, спаты и на воле. Тарас Григорий Чевченко написал этот стих. Обращаюсь к людям, которые еще не проснулись и продолжают спать. Когда вы проснетесь, непонятно, и проснетесь ли вы вообще. Вам не набрыдло терпеть с двух сторон этот геноцид? С одной стороны расисты, со второй стороны сами понимаете кто. Вы что, не видите, что просто идет зачистка территорий своего рода и дрессировка нашего народа? Знаете, почему Япония процветает? Потому что если отключают свет в стране, вот какой-то форс-мажор, то пока не обеспечат светом весь народ, власти себе не включают свет, а включают в самую последнюю очередь. А если сделают по-другому, то народ это отвергнет и скинет такую власть сразу же. У нас война, понимаю, кто-то скажет, не время об этом, не согласен с таким. Как раз сейчас самое время. Вы не заметили, что свет дают выборочно? Ни для кого не секрет, что в Кончезаспе живут сверхлюди. И у них за все время ни один фонарь на улице не выключили. Зато они нас готовят к тому, что будет народ терпеть еще 2-3 года, чтобы полностью разорвать нашу страну. А мы будем сидеть без света и даже ничего не заметим, как они законы напринимают, как лишат нас с вами последнего. Кто-то скажет, да ладно, что ты мелешь? Придут наши хлопцы с передовой, зададут вопросы им всем. А мы тут для чего с вами? У наших воинов очень много вопросов накопилось, это понятно. Но разве у вас реально мозги не работают в ту сторону, что по Конституции Украины мы с вами, высшая власть, тоже можем задавать вопросы, объединяться, спрашивать у местных чиновников, почему они как-то неравномерно распоряжаются ресурсами, финансами. И самое главное, это человеческими жизнями. Всех здравых призываю держаться вместе, все нарушения фиксировать на видео и включить мозги и не питать себя иллюзией, что все работают на благо нашей страны. Прекратить быть наивными. Народ, мы же с вами свободолюбивые. Вы что, не видите, под каким соусом нам с вами подают эту пищу? Посмотрите, какие факты нам с вами показывают на ютубе, в тиктоке, в соцсетях, чего не покажут на телевизор, по телевизору. Ге Лераса, посмотрите, это депутат Верховной Рады. Вот если его послушать, то просто волосы дыбом встают. Обратите внимание, что происходит в Китае, на глазах у всего мира. Я очень хочу, чтобы китайцы свергли свою власть за такое отношение к ним. Там просто начался эксперимент над людьми. Если китайцы проиграют, то увидите, такие же методы будут применены по всему миру, ну кроме США. У них народ умнее, они не терпят такого, что терпим мы. И китайцы там, и наши власти открыто об этом заявляют. И поверьте, государство заинтересовано только в том, как получить зарплату от олигархов. Я понял одно, что даже если все Майданы, которые были в Украине, то происходили только тогда, когда власть переходила дорогу олигархам. И только тогда олигархам было интересно и выгодно нашими руками, жизнями народа выгнать Януковича из страны. И потом дать потешиться этой победой нам, народу. Но на самом деле, самый главный противник всегда в тени, и мы его не видим. Если кто-то еще верит, что частная компания ДТЭК, принадлежащая Ахметову, не может включить свет всему народу, то зайдите на мой YouTube и посмотрите, когда, сколько и как электроэнергии продавалось в Европу. Когда нам по телевизору сказали, что с 11 октября экспорт в Европу прекратили. Кто-то скажет, очнись, сейчас война, не нагнетай. А я скажу обратное, послушай, разве это я отключаю у тебя свет и продаю в Европу? Разве это я принимаю законы по переименованию улиц, когда война в стране и есть дела поважнее? Разве это я ни хрена не сделал в помощь нашим волонтерам и военным, а депутаты типа за свои кошты покупают вооружение, ездят на передовую, чтобы поддержать наших бойцов, как материально, так и морально? И можно еще перечислять, перечислять и перечислять. Поэтому не я нагнетаю, но нагнетают там, сверху. И потихоньку закручивают гайки, поднимают цены, закрывают границы, отключают свет, нарушают наши с вами права и законы в первую очередь. Сколько видео есть про беспредел полиции? Вчера Константин Бедовой, например, многие знают его, это активист Майдановец, такой сильный мужик, так вот он сказал, что мы нация предателей и трусов. Потому что ему вешают какие-то обвинения, которые не существуют, и никто за него не заступился. Даже те, кто его знают, его друзья, уверены, что он такого не совершал, но все молчат. И он сказал, что мы с вами нация предателей и трусов. Ему обидно просто, что он патриот нашей страны и сейчас уязвим от нашей страны. Ребята, куда делись наши яйца? Пока что 100 человек говорит о беззаконии депутатов и местной власти в определенных городах Украины, то нас не услышат никогда. А если миллионы начнут говорить, то поверьте, нас уж слышат. И начнут выполнять свои обязанности по отношению к своему народу. Тем более во время войны. А то сегодня смотрел видео, как один высушник в госпитале, и он говорит, что происходит со страной. Я военный, говорит. И я почувствовал себя куском дерьма, на которого всем похер вообще. И у меня якобы нет никаких прав. И он говорит, ладно, там на передке жопа, но он возмущается, что и в тылу жопа. Ну хорошо, ладно, получилось уже так, что народ и волонтеры из западной страны обеспечивают наших пацанов для нашей победы. А для чего нахер нам депутаты нужны, если вы в тылу не можете эти дерьмо убрать и обеспечить народ просто нормальной жизнью? Не говорит, что пенсионерам придется этой там зимой потерпеть и нам всем затянуть пояса, чтобы с голоду не помереть с вами, пока 90 ярдов, долларов выделили из бюджета на ремонт дорог. Я не пойму, это за счет пенсионеров или за счет проданного в два раза дороже света они собираются дороги ремонтировать. Люди, я прочитал стих в начале, в котором Тарас Григорьевич Шевченко пишет, что ганьба тем, кто спит, спить, будучи на воле. Хорошо спать и находиться в какой-то иллюзии. Нам нужно срочно, смертно кадров во многих сферах государственных структур. Нужно обращаться к президенту, чтобы он обратил внимание на это и наконец-то начал наводить порядок, если это ему интересно, если есть время на это и возможность, если есть. Так как он все-таки занимается работой, у него много работы на самом-то деле. И постарел на нервах, если кто-то не заметил. Но его помощники, честно сказать, херней занимаются и херню обещают, и огородят такой бред. А у нашего народа все или на начасе, или яйца куда-то подпадали. Что все боятся правду сказать? Поймите правильно, что за правду не должно быть стыдно. Стыдно должно быть коррупционерам, которые в такое тяжелое время для нас действуют под диктовку олигархов и масонов. Главное, чтобы наша страна не превратилась в Россию после войны. И главное, чтобы мы все действовали в первую очередь в интересах нашей страны, и в интересах нашей армии, и в интересах нашего народа, то есть нас с вами. И интересы, чтобы в первую очередь совпадали с твоей честью и совестью. Уже просто накипело. И даже мысли приходят, бля, лучше бы ничего не понимал, и смотрел бы телемарафон и был бы доволен. Но нет, нужно немного помнить, что мы украинцы, и у нас есть яйца. Даже у наших баб. И у баб бывает яйца поболее, чем у мужиков. И помни, народ, который ест макароны с хлебом, победить невозможно. Слава Украине!